Всем привет! Итак, что же новенького на дурке? А новостей очень много, придётся делать два обзорных выпуска. Начну с фейковых новостей. Розалия Райсон не вернулась на Дом-2, как пишут про девушку. Она счастлива в браке, посадила мужа на строгую диету, он уже сбросил 4 кг. В ближайшее время хочет сбросить ещё 13. Андрея и Розалия ставят сценки, публикуют видеорецепты, развлекают народ как могут, зарабатывают как умеют, стали как шуты гороховые. Думаю, что и новость о приходе на Дом-2 Андрея Чуева с беременной женой Викторией тоже фейковая. В инстаграм ребят я не нашла ни намёка на это. Темы их публикации и сториз, продукты, приготовление пищи и ожидание чуда. А вот Егор Халявин заявил журналистам о своём желании вернуться. Он идёт к Никите Барышеву. Шучу, к Марине Страховой. Потрясающая девушка, говорит, да ещё и из Швейцарии. У Халявина такой странный взгляд, словно он на веселье. Сомневаюсь, что Марине нужен вечный неудачник и пациент разноплановых клиник. В сети стали частыми мнения о том, что неплохо бы ведущую Бузову заменить на Сашу Спилберг. Недавно девушка пробовалась на эту роль и вроде справилась. У неё грамотная речь. Она не боится подшучивать над топчиками. Нашла с ребятами общий язык. Хотя юна, конечно. Вот Геля пишет. Я правда не понимаю, чему меня может научить девочка от 22 лет. Поговаривают, что на роль ведущей пробовалась и Маша Кахно. И эта новость фейковая. Маша просто побывала на съёмках. Она осталась недовольна данным мероприятием. Мария на лобном сказала правду в глаза Валере Блеменкранцу. А конкретно, что он бросил жену с ребёнком, нашёл другую, которая его обеспечивает. Он вечно гуляющий бабник. А Валера в ответ обозвал Машу с Шейбэ. В общем, обменялись комплиментами. Сейчас у Марии проблемы со здоровьем. Она неудачно упала и сломала ребро. Теперь лечится. Сегодня Маша опубликовала вот такое фото с поляны. Внимание привлекает комичная фигура Маши. Она переусердствовала с фотошопом. Стала как кентавр или как утка, пишут в комментариях. Словно пчёлы покусали. Даня Сахнов подлечил проблемную кожу лица. И подготовился таким образом ко встрече века, которая вчера и произошла. Даня отпросился с поляны, чтобы отдохнуть в приятной компании Мандезира, Ефременковой, её мамы, подруги и своей бывшей девушке. 15 клёвых ребят решили развеяться на базе отдыха в трёх часах езды от Москвы. Отдыхали на халяву за рекламу. Поначалу Таня и Даня ехидно подкалывали друг друга. Не приближались друг к другу ближе, чем на метр. «Жаль, что у нас с бывшей и общей друзья», – говорил Даня. И Таня вторила ему в такт. «Уйди, ты мне не нужен». Но постепенно сближение произошло таки. Не обошлось без виноградных напитков. И вот они уже сидят рядом. И Даня так смотрит на бывшую. Потом ребята уединились и целовались, по словам Юли. Но только к комментариям Ефременковой почему-то нет доверия. Она открыто хайпится на этой теме. Или же я зря думаю о ней плохо, и она просто пытается примирить и свести Таню и Даню. Непонятно. А вы хотели бы видеть вместе Даню и Таню? Пишите в комментах. Оля Рапунцель вроде уже рожает в четвёртом роддоме. Вчера Дима показал, как Олю везут в роддом всей семьёй. Дима остался с женой, роды будут партнёрскими. А Таня пока присмотрится внучкой. Затем ночью Дима показал, как Оле делают УЗИ и КТГ плода. Это стандартная предродовая подготовка. И вот на тех кадрах, где Ольге делают УЗИ, мне чудится силиконовая накладка с нарисованным на ней синяком. Возможно, это бельё телесного цвета, но синяк, конечно же, странный. В закреплённом комментарии к этому ролику я оставлю ссылку на видео и сторис Димы ВКонтакте. Рапунцель рассказал, что это будут роды по контракту, не за рекламу. Хейтеры, как всегда, придумывают небылицы. Такой бред, пишет Рапунцель. Рапунцель, якобы мы не можем себе позволить всё это купить. Мы, находясь на проекте столько лет, всё-таки заработали себе на жизнь и на всякие красивые вещи. Я могу себе позволить рожать по контракту. Поверьте, у нас есть возможность за себя везде платить. Также Рапунцель рассказала о своей призовой квартире. Они в неё не скоро заедут. Сейчас ребята ждут, пока начнёт свою работу нотариус, чтобы заверить все документы. Также в квартире голые стены, там нужно делать ремонт с нуля. В общем, с минуты на минуту Рапунцель станет дважды мамой. Давайте пожелаем ей удачи в этом нелёгком деле. На этом пока всё. Подписывайтесь, будем сплетничать. И ждите сегодня второй обзорный ролик, в котором я расскажу про животик Саши Черно, у которого нет, про день рождения Кати Богдановой, про отличившуюся Клаву Безверхову и про будущую мать-героиню Алену Ашмарину.